Вопросы образовательных учреждений обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова в окружной администрации. С 1 сентября произошли перемены в учебном процессе. Теперь каждый понедельник для школьников начинается с гимна, поднятия флага и урока разговора о важном. Основные темы курса связаны с ключевыми аспектами жизни человека современной России. И уроки проходят по единому тематическому календарю, единому стандарту во всех школах округа. Обсудили статистику жалоб от родителей, поступающих на электронные сервисы. Несколько из них по питанию. Еда в столовой часто подается холодной. Проведено совещание с директорами, чтобы каждое учреждение, исходя из своей наполняемости, провело анализ учебного процесса и перемен, для того, чтобы детки успели покушать, и чтобы еда, особенно когда ее накрывают, не успевала остыть. А среди школьников провели голосование. Ребята в специальные ящики бросали записки с оценкой того, что именно вкусно, а что нет. Родители тоже смогли проголосовать на электронных сервисах. Увидеть. Всего приняли участие в голосовании более 35 тысяч детишек. С 1 по 4 класс более 18 тысяч, и с 5 по 11 почти 17 тысяч детей. В этом учебном году в школах начал работать новый комбинат питания, организованный муниципалитетом «Доброе кафе». Я предлагаю вам по питанию составить открытый разговор, организовать нам совещание с директорами школ, руководством «Доброго кафе» и родительской общественностью. Проведем с учетом того анализа, жалоб и голосования, которое проходило в школах. В нашем округе активно работают программы по привлечению педагогов в муниципальные школы, земский учитель, социальная ипотека. Также в муниципалитете самая большая средняя заработная плата для педагогов. Она составляет почти 73 тысячи рублей. А на праздновании Дня Учителя лучшим в профессии вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Новым введением этого года стала и премия от главы муниципалитета. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».